Социальная защита и поддержка инвалидов и пожилых людей – одно из приоритетных направлений работы Совета ветеранов Ленинского района, сотрудники и волонтеры которого уделяют внимание пожилым людям, нуждающимся в поддержке физической, материальной и душевной всегда. А в преддверии Дня инвалидов сотрудниками Совета ветеранов была организована акция, в рамках которой пенсионерам и ветеранам дарились подарки от совместного предприятия Белита. Очень приятно, что откликнулся лично генеральный директор Чечнев Алексей Александрович. Мы попросили как бы немного, но, конечно, было очень приятно и удивлены, в хорошем смысле слова, что они там выделили порядка 300 наборов своей продукции. Здесь весь набор, который необходим каждому человеку его обыденной жизни. И я хочу сказать, что вот наши волонтеры, Совет ветеранов, Президиум сейчас, вот вторую неделю, занимаются тем, что навещают наших ветеранов и разносят, так как мы говорим, подарки. Большое спасибо и Совету ветеранов, что дали такую возможность преподнести нашим ветеранам-инвалидам подарки. Средняя школа номер 5, они стоят у нас все на учете. Вот, когда-то работали педагогами, но, конечно, они и остались педагогами, потому что учитель бывшим не бывает. Вот, поэтому очень приятно, что есть такая возможность поздравить их с днем инвалидов. Для кого-то набор самых необходимых в быту человека предметов – незначительный подарок, но как много он и то внимание, которое волонтеры дают пожилым людям, значит для них. Качество и продолжительность жизни наших пожилых людей влияет не столько хорошая экология, здоровый образ жизни, правильное питание, помощь со стороны государства, ветеранских организаций, сколько отношений близких к старикам и крепость именно семейных связей. Забота о пожилых родителях – это обязательное условие, чтобы получилась полноценная жизнь нашего ветерана. Ветераны, дети войны, инвалиды – жизненная позиция многих из них вызывает уважение. Несмотря на все сложности, они не сдаются, верят в добро, всем нам есть, чему у них поучиться. Несмотря на значительные преграды, эти люди доказали обществу и прежде всего самим себе, что они в силах преодолеть многое. На мой взгляд, мы, наверное, уже последние поколения, которые помнят войну, и поэтому наша задача о всех тех переживаниях и ужасах, которые несет война, информировать подрастающие поколения. Есть такое стихотворение «Не думал я, что шумная молодость пройдет, вела меня жажда безумная, жажда жизни вперед и вперед». Ну вот, буду исходить из этого и советую всем остальным пользоваться примерно такими же правилами. Важно помнить об инвалидах, стариках и людях, оказавшихся в непростой жизненной ситуации не только в определенные дни, а всегда. Ведь мы – единое общество, и протягивая руку другому, есть возможность сделать его общество чуточку добрее. И, быть может, это добро когда-нибудь вернется и к нам. Продолжение следует...